он все-таки думаю не глупый человек понимает что его сливать но у него нет выхода больше сейчас находится в очень сложном положении ее экономика значит стагнирует темпами которые наверное в европе является самыми большими леопард 1 это примерно 60-е годы по уровню соответствует советским танкам 54 т-55 мы должны вспомнить что поляки сейчас ведут свое начало от маршалика пилсудского который создал польшу как моноэтническое практически фашистское государство на настоящие мирные переговоры пойдут они если будет безвыходное положение александр борисович здравствуйте добрый день хотелось бы поговорить вот об этом конфликте польши и украины что примечательно киев он поссорился со своим наверное самым активным сторонником в европе и официальной причиной вот это вот конфликта называют запрет польши на ввоз украинского зерна на свою территорию но александр лукашенко на одном из недавних совещаний озвучил такую точку зрения что американцы дали полякам команду сливать зеленского а как вы считаете почему вдруг американцы перестали видеть в украинском президенте какую-либо перспективу наверное надо сказать сразу что теплыми отношения польши и украины никогда не были и в общем где-то в уме у поляков всегда стоит западная украина галиция львов и на монетах которые они выпускают денежных знаков львов числится как территория польши и поэтому в общем эта дружба момента ситуации ситуативные союзники которые на определенный момент решают одинаковые задачи считают что они друг друга могут могут помочь поэтому я думаю что если украинцы считали что польша искренне хочет им добра хочет искренне того чтобы они одержали победу на российской федерации то это но это надежды тщетные потому что поляки всегда в уме держат создание речи посполитой от мужа и до мужа это идея фикс польской политической элиты они с молодых ногтей воспитывались в этом духе поэтому отучить их от этого ну будет очень трудно и надо будет какие-то трагические события в истории польши чтобы они этот нарратив забыли вот что касается указания соединенных штатов сливать украину ну необходимо будет наверное каким-то образом все-таки завершать этот конфликт как считают американцы их расчет не оправдался они рассчитывали руками украинцев нанести серьезное поражение российской федерации но если не разгромить россию могучую вовсе то нанести столь серьезный ущерб прежде всего морально психологический нравственный а потом экономические военные с тем чтобы в российской федерации нарастали протестные явления чтобы против группы элиты которые нынче власти возникли протестные настроения более того очевидно они хотели регионализации россии чтобы в регионах россии субъектах федерации нарастали какие-то сепаратные тенденции чтобы центр не мог контролировать провинцию я думаю что достаточно трезвых политиков и военных в сша чтобы понимать что разгромить ядерную россию поставить ее на колени невозможно а вот вызвать в ней внутренний кризис значит военное поражение в купе с экономическими санкциями и пропагандистским навалом идеологической войной я думаю что они всерьез рассчитывали и на пятую колонну и на шестую что такое шестая колонна это саботажники люди которые не действуют прямую против власти но находясь на высоких постах они просто не исполняют свои должностные обязанности сколько раз мы слышим что указание путина который он давал 10-12 лет назад на данный момент оказались не выполнены при проверке и я думаю что ну это не просто не хайность какая-то как говорят белорусы это серьезная политическая деятельность направленная против российской федерации я думаю что засланных казачков там еще много но вот этот расчет не оправдался патриотические настроения в российской федерации оказались гораздо сильнее чем группа либералов желающих так сказать вернуть все взад то есть примкнуть к передовому человечеству к западу и сейчас они исполняют другой план какой другой план необходимо каким-то образом заморозить этот конфликт или заключить соглашение которое позволило бы им сохранить хоть часть украины как плацдарм для последующего возобновления наступать наступление на российскую федерацию понятно что зеленский как человек который запретил себе мирные переговоры и которые в общем выдвинул знаменитый украинский мирный план что вернуть все земли и границы значит по состоянию на 1991 год понятно что не только россия сама но и население тех регионов которые вошли в ее состав не хочет этого это это тупик значит необходимо будет искать компромисс как считают американцы пожертвовать частью украинской территории и заключить некий промежуточный мирный скажем так мирный не мирный но договор который позволит сохранить частичку украины чтобы впоследствии опять накачать ее оружием и сделать из нее раздражитель сделать из нее головную боль для для россии опять не считает реально что такое возможно но надо поменять вывеску надо поменять зеленского на другого человека который способен заключить компромисс раз и не будет вызывать столь жесткого неприятия российской федерации понятно что фигура зеленского выживает неприятие в российской политической элите даже среди той части которая склонна компромиссом поэтому я думаю будут искать человека который будет не столь токсичным и которого заставят пойти на какие-то переговоры с российской федерацией в надежде заключить соглашение выгодное для запада вопрос в том что и у самой польши тоже хватает внутренних проблем помимо проблем в отношениях с украиной то есть варшава находится накануне парламентских выборов и я думаю партия гражданская платформа экс премьера польши тузка так или иначе навяжет какую-то политическую борьбу правящей партии качинского а как вы считаете каких результатов ожидать вот вот эти грядущих парламентских выборов в польше польша сейчас находится в очень сложном положении ее экономика значит стагнирует темпами которые наверное в европе являются самыми большими она зависла между небом и землей скорее всего будет двигаться дальше к земле и у партии пис нет экономической программы способной вытянуть экономику польши и сделать приемлемый свой образ в глазах избирателя если раньше они получали серьезные дотации от евросоюза называются разные цифры но все равно это соль сотни миллиардов евро на на которой деньги эти не построили достаточно приличную экономику развитое сельское хозяйство и польша выглядела достаточно привлекательным даже здесь в беларуси и многие наши политологи эксперты считали что вот тот путь который может пойти и беларусь но они не не учли того обстоятельства что все благополучие польши держатся на европейских деньгах и поссорившись с германией поссорившись с евросоюзом не закрыли значит источник получения дотации и сейчас они даже не могут получить ковидные деньги деньги которые компенсируют ущерб ущерб от к вида что остается остается оголтелая антибелорусская антироссийская компания всем чтобы попытаться сплотить вокруг правящей партии которая якобы защищает поляков от внешнего врага вот сполотить и заставить их проголосовать ну обычно классика политикума говорит о том что лучше маленькая победоносная война но маленькая победоносная война уже невозможно потому что беларусь является значит союзником могущественной российской федерации нашей территории ядерное оружие да и вооруженные силы беларусь является хотя и небольшими но одними из сильнейших в европе поэтому выхода у них нет они будут разыгрывать антироссийскую карту поднимает градус градус психоза и не факт и не факт что это будет достаточно для выигрыша выборов вот если придет гражданская платформа но мне кажется градус антироссийских выступлений уменьшится они попытаются все же поступать более прагматично откроют переходы будут налаживать экономические связи приграничных регионов особенно польские приграничные регионы сейчас находятся в глубоком кризисе они ориентировались на торговлю с белорусскими приграничными регионами получали серьезные выгоды от этого и вот это вот политика конфронтации ударила очень больно по крестьянам польским по тем мелким бизнесменам которые торговали имели свой бизнес значит на торговле с беларусь и еще я думаю все таки они попытаются уменьшить вот эту конфронтацию потому что все таки такой градус такой психоз чреват тем что война может возникнуть совершенно нечаянно такое тоже бывает вроде никто не хотел события развивается по собственной логике вот это самое самое опасное самое опасное непредсказуемо развитие событий не контролируемо никем из сторон но вот раз уж мы заговорили о партии пис право и справедливость то так или иначе за время правления она себя дискредитировала тут можно вспомнить и этот пресловутый миграционный кризис вот недавно на венецианском кинофестивале наградили фильм агнешки холланд знаменитого польского режиссера зеленая граница о событиях на границе польши и белоруссии и вот этом вот миграционном кризисе и политикам польши этот фильм не очень там нравился на самом деле мягко говоря приводилось много их высказываний и моровецкого и других руководителей и здесь суть то в чем в том что в этом фильме польские пограничники они представлены в не самом выгодном свете не так как их представляла варшаву за время этого миграционного кризиса на ваш взгляд что это было действительно желание показать зверства польских пограничников со стороны холланд либо просто возможно политический заказ партии туска чтобы снизить шансы пис на победу я думаю что конечно чтобы снять фильм необходимы деньги кроме того необходимо политическое прикрытие все же значит учитывая тот политический беспредел в польше без прикрытия без защиты со стороны влиятельных кругов польской элиты этот фильм снять было бы невозможно что касается что это такое значит мы должны вспомнить что поляки сейчас ведут свое начало от маршалика пилсудского который создал польшу как моноэтническое практически фашистское государство я думаю что к лозунгу фашистской германии один народ один рейх один фюрер поляки с полным основанием могли бы присоединиться этого именно сейчас хочет партия пис и они раздувают вот эту человеко-ненавидческую российскую кампанию вы понимаете поляки старались ополячить белорусов превратить их в поляков во время нахождения наших западных земель в составе составе польши и раз они ведут свои корни оттуда эта политика продолжается вспомните что стало с белорусами значит белостокском воеводстве каждый год результаты показывают что число людей называющих себя белорусами сокращается в разы а то и в десятки раз потому что они ущемлены в политических экономических правах поэтому невыгодно быть белорусом в польше ясно что эта политика ну апартеида это фашистская политика мы видим что если польша продолжит существование под руководством пис то эти фашистские черты проявятся еще больше не надо и не надо стесняться говорить об этом и поэтому всякое инородное население инородцы тем более чернокожие тем более арабы является настолько ненавистными для польши для польской правящей элиты что конечно здесь и политический расчет желание заработать дивиденды на защите но в то же время это коренная политика польской элиты изначальная польская элита строительство моноэтнического государства вот да вы сказали вот об этой но наверное действительно ненависти поляков к народ сам особенно да с ближнего востока например с азии с африки и таша урсула фон дер ляйен назвала миграционную политику поляков красноречивым словом швайнерай то есть свинство когда она посещала лампедузу где сейчас находятся по моему более 10 тысяч мигрантов которые ищут прибежище в европе и вот какая история вообще связана с этой лампедузой в еврокомиссии заявили о том что вот этих вот мигрантов которые населили этот остров было бы неплохо распределить по территории евросоюза я думаю вы слышали об этом но тот же моровецкий заявил что это решение катастрофическая наверное это истекает из того о чем вы только что говорили а вот этой вот политики поляков но еще такая вещь как законодательство евросоюза которая ну вроде как превалирует над национальным не считаете ли вы что вот такие вот шаги варшавы рано или поздно могут привести если не к краху евросоюза то ну к его расколу наверное поляки ведь неоднократно мягко говоря плевали на законодательство евросоюза ведь евросоюз был против судебной реформы значит в польши политика больше по многим вопросам в том числе и по вопросам абортов противоречит официальной политике евросоюза и конечно конечно польша я думаю продолжит свою миссию по разрушению евросоюза они сейчас ориентируются на америку поняв что евросоюз им больше ничего не может дать в плане денежном в том что евросоюз сам находится на грани кризиса и что оттуда уже больше нельзя черпать денежные средства они изменили политику они стали восточным флангом нато они стали передовым рубежом нато прежде всего сша и считает что найти белорусскую антироссийскую политику значит политику создания вот этого самого форпоста сша здесь у нас будут заделяться деньги деньги на создание противоракетной обороны деньги на создание военных баз арсеналов значит штабов и так далее то есть они считают что на этом можно заработать и под эту вот эту политику под эти будущие доходы они заказали в долг 2000 танков кореи они заказывают хаймерсы соединенных штатах они заказывают артиллерийские системы танки абрамс то есть польша будет переполнена по их по их расчетам оружием я думаю что она лопнет от экономического кризиса они будут способны заплатить за все это оружие ну конечно евросоюз находится по пути так сказать своего кризиса стагнации но я полагаю что все-таки польша может рухнуть раньше экономически политически чем чем разрушится евросоюз если они не смогут оплатить свои дом долги и экономическая ситуация стране ухудшится катастрофически то поляки терпеть не станут поляки очень решительный решительный народ который не склонен терпеть помните еще александр лукашенко кстати говорил что рано или поздно поляки снесут эту власть вот это я так понимаю то о чем вы сейчас говорили ну конечно но власть должна соблюдать интересы государства власть это должна значит способствовать сохранению сохранению нации и процветанию благополучию если власть не выполняет эти функции то инстинкт самосохранения народа диктует ему свержение этой власти потому что прежде всего нация должна сохраниться как таковая народ если власть ведет катастрофе гибели то какими лозунгами она не прикрывалась я думаю что простые люди люди увидят это поймут и в общем инстинкт самосохранения заставит их сменить правящую власть ну и чтобы закрыть тему вот этой вот миграционной политики польши не могу не спросить у вас про вот этот вот скандал в польском внешнеполитическом ведомстве я думаю вы про него так или иначе слышали когда аффилированные польским мидом структуры продавали но назовем их левые рабочие визы мигрантам из азии и африки в том числе и это как-то не вяжется вот с этой вот нелюбовью поляков к выходцам с ближнего востока африки азии или здесь желание заработать все-таки превособладала над этим национализмом я думаю что если выгода от этих операций такова что она превосходит ненависть к инородцам то конечно конечно будет выбрана выгода выбрана выгода ну ясно что эти эти люди думают о себе о сегодняшнем дне и могут пожертвовать и официальные линии для того чтобы уже сейчас исполнить свое благополучие потому что понимают что долго долго они не будут на своих постах находиться власть сменится придут другие люди поэтому спеши куй деньги не отходя от кассы как говорится быстро надо заработать потому что власть власть она находится в кризисе и скоро сменится ну и если возвращаться вот к этому разговору о том что американцы возможно сливают зеленского тут нельзя не упомянуть эти поставки оружия вот по информации немецкого издания шпигель украина отказалась как минимум от 10 танков леопарда если я правильно помню цифру из-за них неудовлетворительного технического состояния и действительно если вот сначала конфликта украине поставляли ну те же хаймарс и байрактар то есть достаточно современное оружие то теперь все чаще говорят о том что в украину поставляют либо устаревшую технику либо ту которая ну откровенно должна пойти в утиль а как бы вы охарактеризовали эту технику которая попадает на поле боя украины ну она уступает современной технике значит на несколько поколений более отсталой вот смотрите леопард 1 это примерно 60-е годы по уровню соответствует советским танкам т-54 т-55 ну может быть последним модификациям даже т-62 который был за ними он превосходит леопард 1 даже если взять модификации поэтому ясно что с тонкой броней без наличия современных значит систем бронирования это многослойная броня это и навесная броня и динамическая броня эти танки ну будут уничтожаться даже артиллерийскими орудиями значит боевых машин пехоты вот бмп-3 так точно и даже 30 миллиметровые пушки бмп-2 могут нанести непоправимого ущерба этим танкам поэтому появление их на поле боя но изначально означает что они будут сожжены тут же потому что противотанковые средства достигли такого развития том числе и ручные гранатометы не говоря уже старых рпг-7 и нынешние значит противотанковые ракетные комплексы корне и прочее значит они не проживут и несколько минут поэтому конечно украинцы не желая гореть в этих коробках отказываются от них а почему украинцам в принципе начали поставлять вот такую вот ну скажем рухлядь как вы считаете но ничего ничего не предпринимать было бы было бы как-то стыдно надо изобрать изображать деятельность по поддержке украины ведь уже достаточно продолжительное время украине поставляют не то что ей нужно для ведения наступательных операций а то что считает нужным поставить запад это действительно как вы говорили подлежащая утилизацию находящиеся на складах для того чтобы разгрузить склады так сказать начать новый цикл производства более передовой техники кроме того сроки годности сроки хранения многих единиц этой техники боеприпасов подошли к концу есть значит такие показатели что после этих техника даже находящаяся на хранении должна быть должна быть утилизирована есть естественно химические процессы допустим для распада боеприпасов ну и кроме того очень быстро растет уровень поражающих средств современных дроны в общем-то я думаю что это специальная политика все-таки я думаю это средство заставить украинский режим пойти на переговоры на компромисс соединенные штаты понимают что к выборам им нужно представить какое-то реальное достижение раз нельзя к выборам разгромить россию то можно выступить миротворцами сказать что мы вот приложили большие усилия замерили две враждующие стороны сохранили но множество жизней и совершили колоссальный гуманитарный акт несмотря на то что они были причиной этой войны и причиной многочисленных жертв но это уже я думаю их избиратели мне вспомнит надо яркое событие которое способно заслонить бездарно потраченные деньги и бездарно потраченные жизни я думаю что они хотят к моменту когда предвыборная компания достигнет своего пика в сша предъявить какой-то документ мирное соглашение промежуточное соглашение договора намерения что-нибудь такое что могло бы выглядеть как результат могло бы выглядеть как результат но вот кстати говоря об утрате запада интереса к украине и фигуре зеленского в целом тут хотелось бы поговорить о генассамблее оон которая недавно завершилась нью-йорке и запомнилась не только ну такими относительно громкими заявлениями но и некоторыми конфузами например в выступление зеленского слышал о том что вот это выступление на самом деле слушала хорошо если половина зала то есть половина зала слушателей просто пустовала но смонтирована это было таким образом что переполненный зал слушает речь зеленского пламенную но если присмотреться к этой смонтированной картинке то получалось так что и сам зеленский сидя в зале слушает свою речь которую он толкает со сцены но вот если все-таки говорить о том что зал действительно пустовал наполовину может ли это свидетельствовать о том что и европа и запад в принципе во главе с сша утрачивают интерес к украине я бы так сказал что их интерес состоит в том чтобы быстрее сбыть рук это сбыть с рук эту токсичную украину но в то же время чтобы получить на этой крови хоть какую-то хоть минимальную выгоду потому что все-таки они привыкли отдачу иметь со своих капитал вложений вот поэтому конечно они знают о чем будет говорить зеленский они уже заранее списали его со счетов и поэтому он должен благополучно досуществовать до того момента когда наступит час икс когда потенциальный кандидат который должен быть его смениться он будет уже достаточно раскручен он получит поддержку значит большинство американских политиков и тогда вот его предъявят его предъявят публики и я думаю украина ну вынуждена будет принять этот подарок от соединенных штатов кроме того ведь понимаете если зеленский отказывается от выборов то по истечении срока полномочий он становится просто никем значит законодательство украина не предусматривает сохранение за ним полномочий президента после истечения его каденции тут необходимо обязательно проводить выборы значит я думаю что некое такое действие будет разыгранная но если российская федерация даст им время на проведение такой кампании и мы увидим увидим этого человека кто который будет очередной очередной куклой очередной фигурой которая будет так сказать ну уже она уже будет так сказать сливать украину я думаю что эта фигура будет вести дело к заморозке конфликта но супер задача сохранить хоть что-то от украины хоть что-то чтоб потом это что-то использовать опять против россии и белоруссии ну и вот да как вы ранее в начале можно сказать беседы отметили зеленский опять повторял эти свои уже изрядно поднотревшие тезисы о том что мирный план украины заключается в том что украина должна выйти границам 1991 года но глядя на ситуацию на поле боя кажется что это наверное задача совсем невыполнимая но и как можно расценивать вот такие вот заявления украинского президента я думаю что следует все таки отдать должное украинской пропаганде в плане информационной войны они достигли очень больших успехов очень больших успехов я думаю многие граждане проживающие в благополучном львове ивано-франковские там и туда ближе я думаю они представляют события только из средств собственной массовой информации кроме того очень в интернете они активно работают целые службы подразделения специальных информационных войск трудятся для того чтобы развесить лапшу на уши украинцам да поэтому в общем эти заявления рассчитаны рассчитаны на них и картинка которую смонтировали в организации объединенных наций где зеленский сам себя слушает в зале тоже рассчитана на них что они не будут внимательны там люди отмахиваются от реалий им хочется жить в этом нарисованным собственном пропаганде мирке тем чем жестче будет их столкновение с реальностью тем более жестким уже сейчас когда прилетает туда в западную украину значит герани когда прилетают к калибре и скандера уже начинает что-то что-то просыпаться но я думаю окончательное прозрение наступит 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 уже скоро но тем больше стараться будет официальная официальная пропаганда ну мне доводилось давать некоторые комментарии украинскому телевидению и вот они спрашивают что будет делать лукашенко когда мы победим россию это было не так давно то есть степень оглупления значит затуманивания мозгов многих украинских граждан вот в этом в этом заявлении содержится они считают что все равно до победы недалеко их победы хорошо да понятно что это в очень значительной степени рассчитано да наверное не столько на западную аудиторию сколько на украинскую но сам зеленский произнося такое он вообще верит в такой исход думаю думаю что нет у него выхода нет он все таки думаю не глупый человек понимает что его сливать но у него нет выхода я думаю что если он будет играть отведенную роль ему могут устроить безопасный выход на запад значит в какую-нибудь нейтральную страну на какие-нибудь багамские острова с его деньгами или виллу в майами значит он проиграет выборы уйдет туда но если он не будет выполнять эту роль то его судьба может быть трагичным вспомним судьбы диктаторов значит ну в ряде стран которые были под патронатом сша возьмем того же нгодин диема значит во вьетнаме в южном вьетнаме когда его после того как он сыграл свою роль ну просто напросто ликвидировали и ясно что у зеленского выбор небольшой либо он отыграет свою роль по нотам которому предписано и возможно ему будет разрешен выход из игры с частью капиталов которые он праведным трудом наработал находясь на посту президента или но найдутся какие-то экстремистские круги которые не связаны соединенными штатами которые по тем или иным так сказать основанием его уничтожит ну и вот о визите зеленского в нью-йорк на генассамблею еще по моему очень красноречиво говорит тот факт что в конгрессе сша ему так и не дали выступить но зато он полетел с якобы не объявленным визитом в канаду и выступил там и что здесь самое примечательное так это наверное то что его выступление слышал и слушал нацистский преступник из украины которые после окончания войны мигрировал в канаду как мы знаем канада она в принципе очень многих подобных деятелей у себя приняла и советскому союзу их не выдавала и вот я смотрел этот отрывок где вот этот нацист аплодирует зеленскому а ведущая комментирует это что вот это человек который в годы второй мировой войны сражался за независимость украины против россии то есть так они охарактеризовали полицая ну и наш мид тоже прокомментировал это сказав что они возмущены и очень странный конечно этот эпизод но по моему он очень красноречиво характеризует роль зеленского вы так не считаете учитывая то что сначала показывают его выступающим на сцене а потом следующим же кадром показывают вот это вот нацистского преступника я думаю что в украине произошло сращивание национального капитала с экстремистскими фашистскими кругами для того чтобы продвигать свою программу им не необходимы были экстремистские вооруженные и военизированные формирование это им могли предоставить только формирование нацистского толка и это просто неразборчивость может быть люди которые согласились взять на службу этих этих значит экстремалов они гораздо хуже самих этих фашистов потому что это показывает полную беспринципность украинской власти но все дело в том что их расчет оказался оказался провальным в общем тем самым они мобилизовали против себя те силы в российской федерации да и во всем мире во всем европе которые не приемлют нацистские фашистские лозунги человеконенавищество и идеологию расизм национализм и так далее в край в крайней форме поэтому во многом это объясняется этим объясняется и позиция многих стран глобального юга или как сейчас говорят значит стран третьего мира по-разному но это те страны которые пережили колониальное прошлое партеид угнетение и в то или иной мере столкнулись с уничтожением по расовому принципу своего населения но это характеризует даже наверное не столько украину сколько запад когда они показывают вот это вот нациста если я не ошибаюсь он батальоне галиция служил и характеризует его как человека который сражался за незалежность украины с русскими хотя чем занимались украинские полицаи я думаю хорошо известно и здесь наверное это больше характеризует все таки запад который дает такие характеристики нацистскому преступнику все дело в том что запад весьма неразборчив своих средств они в свое время крупные капиталистическим на поле сша нашли гитлера ведь не секрет что компания general motors поддерживала на первых этапах национал социалистическую партию германии на первые именно они по некоторым данным отыскали адольфа гитлера и стали его продвигать в качестве лидера они использовали нацистскую германию в качестве оружия против советского союза и их ничуть не мучила совесть от того что значит они не просто хотели немцы победить советский союз но и уничтожить значительную часть его населения особенно тех расовых групп которые считали не способными к существованию поэтому конечно и вина запада и в холокосте и в том что они не приняли евреев которые пытались бежать из европы значит страны соединенные штаты канаду и и так далее поэтому они неразборчивости средствах если они могут рассчитывать на услуги дьявола против россии они воспользуются его услугами то есть полная полная неразборчивость кто бы это не был значит убийцы значит люди которые в своей программе имеют уничтожение целых народов и разную группу это все все для них приемлемо лишь бы они выполняли ту задачу которую перед ними поставят те кто их нами здесь не кажется вам прослеживается такая невольная параллель вот если придерживаться этой версии о которой вы говорите что это представители сша отыскали гитлера и продвинули его наверх с украиной которая тоже поддерживается сша и где вот эти вот идеи они тоже сейчас довольно таки распространены я думаю мы имеем право проводить такие параллели здесь похожие сценарии для того чтобы своего глобального капитального врага ослабить или уничтожить все средства все средства хороши и даже такие отбросы человеческого общества которые продвигают нацистскую программу вполне пригодны пригодны для использования но вспомните для решения своих задач чтобы запугать советский союз соединенные штаты не колебли сбросили бомбы на хиросиму и нагасаки на на два города где не было никаких военных объектов а когда выбирали цели то инициаторы этого сброса хотели сбросить на те города где много деревянных ветхих строений чтобы эффект от ядерной бомбы был наиболее показательным чтобы было много пожаров чтобы было много погибших то есть был расчет на внешний эффект то что там в огне сгорели сотни тысяч людей совершенно их никак не беспокоило это та же самая психология так все средства хороши цель оправдывает средства и здесь мы видим ну продолжение продолжение тех самых сценариев продолжение тех самых политик которые начинались еще в прошлом веке и я думаю что справедливо будет провести такие параллели вот вы сказали да про бомбы сброшенные на хиросиму и нагасаки о том что в этом не было никакой необходимости из истории ну в принципе уже неплохо известно потому что япония была согласна принять капитуляцию но на своих условиях и знаете что вспомнилось вспомнилось то что урсула фон дер ляйен которую ну я уже упоминал она и в этом случае в случае с бомбами на хиросиму и нагасаки умудрилась переложить вину на россию я думаю вы слышали об этом тоже очень-очень странное заявление еще были странное заявление японских политических деятелей когда была очередная очередная годовщина ядерных бомбардировок в японии и там произносились траурные речи значит всякие траурные цилимонии и нигде не было произнесено имя виновника название страны которая осуществила эти варварские действия это показывает насколько превалируют на национальными интересами даже забыть эти жертвы для того чтобы не потревожить соединенные штаты америки я думаю что урсула фон дер ляйен ну она проводила ту же самую ту же самую политику видите сейчас многие граждане на западе уверены что соединенные штаты и антигитлерская коалиция воевали не только с гитлером но и с советским союзом что советский союз воевал вместе с гитлером а победу принесли соединенные штаты и великобритания ну а чем тут говорить это дело сделано специально чтобы этих людей можно было спокойно восстановить против россии против в тех государств которые соединенные штаты считают своими врагами сначала надо людей оболванить отнять у них историю а затем можно им любую повестку диктовать да что тут говорить если сталина когда-то в принципе пытались обвинить в том что это он планировал нападение на германию та же книга знаменитая ледокол писателя суворова я думаю вы не слышали ну это же уже очень давно продвигалась я не только слышал я и читал и понимаете в чем дело вот эту повестку пытались навязывать российской федерации постсоветским республикам после распада советского союза ведь суворов этот самый он же перебежчик он враг написал на деньги иностранных разведок его задание иностранных разведок его задача была разоружить идеологически идейно людей на постсоветском пространстве лишить их памяти значит о великой отечественной войне представить дело так что гитлер и сталин были одинаковые им ведь был написано много книг по этому поводу и значит не было подвига советского народа и нет не было этой памяти подвига наших предков и так далее поэтому нет того стержня который соединяет нынешние поколения с прошедшими получается что наши предки в частности вот мои родители мой отец участие к великой отечественной они жили зря и вся их плоды их трудов это совершенно ничтожно и конечно за такую страну никто держаться не будет оборонять ее не будет защищать ее не будет ну и самое лучшее это сменить ее уехать уехать так сказать в более благополучную более благопристойную с точки зрения завтра вот это цель цель этой политики да это все звучит очень печально но хотелось бы наверное да все таки еще отметить и то что кроме зеленского на этой генассамблее он выступал и глава мид сергей лавров который тоже в свою очередь заявил о том что россия от переговоров с украиной не отказывается но здесь уже никакой речи о прекращении огня идти не может потому что но однажды его прекратили и но известно к чему это привело а как вы считаете пойдет ли но даже не украина наверное пойдут ли соединенные штаты на мирные переговоры с россии я думаю значит на настоящие мирные переговоры пойдут они если будет безвыходное положение если ситуация в самих соединенных штатах станет на грань гражданской войны плюс экономический кризис ведь сейчас там очень сложная ситуация значит у одной партии значит потенциальный президент будущий уголовный преступник да и у второй партии будущий преступник причем значит байдена за взятки на украине импичмент объявляют а трампа за то что он попытался оспорить результаты выборов и дело может так стать что партии останутся без без кандидатов если затянут дело чтобы раскрутить нового лидера нового потенциального президента нужно время время и деньги но видите что обе стороны тянут в тупик они держатся за старых лидеров и поэтому я не исключаю то политическая ситуация в сша может обостриться до такой степени что для них будет выгодно сбросить этот камень со своих так сказать ног чтобы решать свои внутренние проблемы ну и если еще экономическая ситуация станет критической вот то тогда конечно они будут приемлет любое любое политическое решение которое будет позволит им решать свои внутренние дела заняться внутренние мы помним ситуацию с вьетнамом когда все же вот это мирное соглашение по вьетнаму больше было выгодным не соединенным штатам было выгодно самому вьетнаму ну и стоящим за его спиной советскому союзу и китая и скажем так поэтому только в случае если случится случится ну трагическое развитие событий в самих соединенных штабах а так они будут тянуть до последнего ну значит альтернатива какая альтернатива кончится вся украина то есть взорвется украина распадется на регионы опять как годы гражданской войны местные власти не будут подчиняться центральной власти так как денег не будет если не будет денег дотации из центра то понятно что все будут спасаться спасаться каждый по-своему ну вспомним незабедный фильм свадьба в малиновке как по пандополу говорил какой же татаман если у тебя нет золотого запаса украина вся в долгах и она каждый день проживает на долговые деньги если эти долговые деньги и не давать то просто ничего не будет не будет ни государственных расходов не будет ни пенсии ни зарплат с государственным служащим ни детских пособий ничего не будет поэтому в такой ситуации конечно возможно всякое развитие событий в том числе и состояние полного хаоса полного хаоса на украине я не хотел бы конечно такого развития событий хотелось бы чтобы к власти пришли лояльные лояльные силы лояльные прежде всего странам постсоветского пространства не ориентированной на запад да по крайней мере может быть не не столько даже лояльная ну хотя бы независимые от сша например которые бы озаботились судьбой украины которые подумали о том что будет с украиной ведь восстанавливать украину запад не будет особенно если не дай бог там будут применяться боеприпасы с урановым сердечником противотанковые или не дай бог грязная бомба или еще что если катастрофа на одной из ядерных электростанций или на и на хранилище отходов ядерного топлива то есть сценариев может быть вот накануне упадка окончательно украины там может быть масса всяких сценариев потеря контроля развития всяких экстремальных группировок которые будут бороться только за себя нам остается надеяться как вы говорите на то что там все таки могут появиться политические силы либо независимы либо действительно может быть лояльные постсоветским странам и снг давайте надеяться на лучше не хотелось бы чтобы в лету канула большая большая нация которая дала миру очень много замечательных людей и это наш вообще братский братский народ и и трудно вообще иногда отличить где кто есть кто да особенно и возле границы бела беларуси и украины по вид по обеим сторонам живут следом одной семьи поэтому не хотелось бы чтобы это страна эта нация канула без времени поэтому как вы сказали надеемся на лучшее а вам спасибо большое за беседу и за ваши развернутые интересные рассуждения